Люди периодически, новички, требуют типового портфеля по сигналам для участники на год золота, платины международные. Хочется видеть по ним итоговые промежуточные результаты раз в месяц или квартал. Это нужно для того, чтобы иметь возможность сравнить результаты принятых самостоятельных решений с доходностью типового портфеля, с высокой вероятностью самостоятельное решение участников будет хуже, чем команды. Это вам позволит совершать повторные продажи клуба на год, год за годом. Алексей, у нас есть политика, мы не размещаем типовые портфели, хотя периодически возникают, мы то хотим, то не хотим. На самом деле, скорее всего, мы его внедрим. Другой вопрос, что на самом деле типовой портфель вам усложнит очень серьезно жизнь. У каждого своя ситуация, у каждого свои параметры принятия решений и рисков. И в этом случае, когда транслируются типовые портфели, люди начинают сравнивать себя с каким-то эталоном. Это все равно, что сравнивать с каким-то эталоном, и это не совсем правильно. Это раз. Два. Если мы будем давать типовые портфели с целью делать повторные продажи клуба на год, год за годом, вот как раз таки у нас не стоит задача продавать год за годом и продавать типовой портфель. То есть, мы клуб продаем не как информацию с сигналами. И вы должны еще раз это понять. То есть, мы не продаем клуб. То есть, клуб, он нужен людям, которые хотят развить в себе инверсорское мышление. Люди, которые хотят немного подстраховаться, в плане принятия решения, когда мы транслируем определенные сигналы. И клуб нужен для того, чтобы вы находились в стане единомышленников, которые объединены одной большой целью. Создать долгосрочный капитал и развить себя как инвестора. Развить сначала себя, потом каждого из членов своей семьи по вертикали. Это родители и дети. И потом, возможно, расширяться по горизонтали. И вот в этом заключается смысл. А не в том, что мы в клубе продаем сигналы. Мы не продаем сигналы. И поэтому делать типовой портфель. Потому что, еще раз, я проходил уже эту историю. Я проходил эту историю в пятнадцатом году, в шестнадцатом году, когда я продавал типовые портфели, когда я продавал типовую доходность. Когда люди просто видели доходность по инвестиционным портфелям моих клиентов в шестьдесят процентов за год, в сто пятьдесят процентов за год, в четыреста процентов, даже в шестьсот процентов за год. То есть, они видели эти результаты и они шли за этими результатами. Конверсия была бешеная. То есть, люди там шли, платили по пятьсот тысяч рублей в год за мое непосредственное обслуживание. Вот так и не оправдались ожидания, потому что они считали, что они просто покупают некую машину по производству денег в моем лице. Ребят, я не являюсь машиной по производству денег. Я являюсь с инвестором, у которого были свои взлеты и падения, и который сейчас пришел к тому, что он готов развивать инвесторское мышление, а не продавать свои собственные сигналы. Хотите покупать сигналы таких проектов сейчас в онлайном море? Идите туда и покупайте эти торговые сигналы. То есть, там есть уже люди, которые нас копируют, наши проекты из разряда миллион долларов за восемь долларов в день. То есть, мы уже видим, что есть некая конкуренция. Когда я начинаю смотреть суть проекта, тоже человек там обещает создать миллион долларов за счет спекулятивной торговли, а IPO частных займов, акционной торговли у человека минус 60 процентов по портфелю. Минус 60 процентов, да, через полтора-два года от начала работы. Ну, то есть, он, соответственно, продает трейдинг, он продает торговые сигналы, за которыми следует, механизмы автоследования. Хотите это получать, пожалуйста, идите. В клубе мы даем развитие вас как инвестора долгосрочного и правильного на основе моего 15-летнего бэкграунда, работы с инвесторами, да, самостоятельных взлетов и падений, которых было и у меня достаточно, которых было у Никиты достаточно. Когда мы видели прирост в портфеле, там, и 300 процентов в год, да, и на протяжении трех лет среднегодовая доходность 250 процентов лично у меня была, Никита тоже может поделиться своим опытом активного инвестирования в криптовалюту, да, то есть, что там было и чем это в итоге закончилось. Поэтому, ребят, мы вот эти вот детские болячки уже все прошли, и мы хотим делиться своим опытом, чтобы вы этого не сделали. И поэтому, если вы пришли в клуб исключительно с целью получения сигналов, мы не будем делать типовой портфель для того, чтобы усиливать селс-поинты, да, что вот такие вот мы красавчики, у нас есть типовой портфель, следуй ему и будет тебе счастье, да, то есть мы говорим немножко про другие вещи.